Чтобы поговорить о том, что у нас, да, о том, о самом дорогом, что у нас есть. А самое дорогое – это наши дети. Да, и каждая мама в ожидании рождения, чудо, появление на свет ребенка, она мечтает. Мечтает, кем будет ее малыш. Да, будет он. Компьютер-гангене, будет виртуозным музыкантом, великим шахматистом или спортсменом. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был выдающимся. И вот эти все потенциалы, они все заложены в каждого ребенка. Но вот не каждый ребенок их развивает. Да, и мы сегодня поговорим с вами о том, что же влияет на развитие всех вот этих потенциалов. Что влияет? Родители, да, которые создают условия для того, чтобы наши дети развивались. Педагоги, которые обучают. Врачи, которые дают грамотные рекомендации. Да, и основная важная часть – это правильное здоровое питание. Знаете, когда я училась в институте, к нам на лекции приходил великий педиатр, академик Вячеслав Александрович Табырин. Он был в основном становлении педиатрической школы. И он все время говорил нам, студентам, человеку важно хорошо родиться. Действительно, я потом после института, когда работала в роддоме, когда работала с недоношенными детьми, я поняла, что те трудности, которые испытывает ребенок во время рода, они никуда не уходят. Именно вот патология какая-то, проблема, да, это потом шлейфом тянется за ним всю его жизнь. Но когда я стала заниматься, работая в институте питания, мне захотелось эту фразу дополнить. И важно получать правильное питание в первых мгновениях жизни. Потому что когда ребенок родился, сделал первый вдох и первый крик, он должен быть приложен сразу к груди матери. Для того, чтобы получить капли того драгоценного грудного молока, которое в нее есть. Вот прошлым летом мне посчастливилось быть на лекции европейского профессора. И он читал лекции про грудное молоко. Были огромные слайды с разными таблицами, со схемами, что входит в состав грудного молока, что его постоянно изучают, постоянно открывают какие-то новые иммунные факторы, механизмы. А потом он как бы все это объединив сказал, вы что думаете, что грудное молоко это питание? Нет, вот смесь это питание для искусственного скармливания. А грудное молоко это живая иммунная ткань. И очень важно ребенку получить именно грудное молоко, да, потому что это влияет на становление всех функций и систем организма малыша. Ну вот, время идет, и ребенок растет, заканчивается период грудного скармливания, да, начинаются прикормы. Потом ребенка мы переводим на общий стол. И очень важно, чтобы вот это правильное питание, оно дальше продолжалось. Чтобы ребенок рос и понимал, что это очень важно. Потому что неправильное питание, да, это влияние, вот если ребенок не получает грудное скармливание. Если дальше он неправильно питается, все это приводит к чему? К пониженному иммунитету, да, потому что иммунная система это то, что первое начинает страдать, то, что мы можем с вами видеться. Мы начинаем говорить, что наш ребенок часто болеет. Да, он, если он часто болеет, все-таки это еще не важно. Но когда ребенок идет в школу, на сегодняшний день мы знаем программу в школе, очень интенсивная. Да, и ребенок самостоятельно не может догнать эту программу. Раз, два, пропустим, три. Это же выливается в месяцах. Да, а он начинает быстро терять интерес к обучению. И все это дальше выливается в низкий экономический уровень жизни. Смотрите, вот этот слайд я показываю сюда. Когда у нас было строительство в Москве одно время, то забором ограждается место строительное. И на заборе разные смешные фотографии вешали. Вот одна из таких смешных фотографий. И дальше предлагается, что можно сделать. Можно сделать смешное фото, приготовить новое блюдо, научить кушать ложку или что-то другое. У вас есть какие-то варианты ответа? Что будем делать с этим малышом? Питательную маску. Ну вот смотрите. Возраст ребенка. Можете мне сказать? Ну, примерно. Ну, примерно три, два. Два, скорее всего, наверное. Потому что он в стульчике сидит. Да? А посмотрите, два года, а что он ест? Он ест макароны с кетчупом. Он даже не знает, как это надо делать. Вот хочется сказать, что питание и воспитание – это однокоренные слова. И правильно питаться надо учить ребенка с первой ложки прикорма. И вы знаете, очень важно, чтобы вот эта первая ложка была тоже своевременная, а не затянута. Часто встречаешься с тем, что родители говорят, мы попозже, мы попозже начнем прикормить, да, попозже начнем давать прикорм. А есть же коридор, когда не зря вот ученые во всем мире провели исследование, и доказано, что прикорм надо начинать с четырех до шести месяцев. Вот в этом коридоре мы начинаем после шести в семь, в восемь, а момент уже упущен. Уже сложно ребенка приучать вот к этой новой пище, а очень важно его приучать, очень важно формировать правильные пищевые привычки. И в первую очередь надо начинать с себя. Мы с вами сегодня вот в течение нашей беседы будем постоянно, да, смотреть на себя, потому что дети полностью нас копируют. Если мы с вами не едим овощи и фрукты, а питаемся булочками, да, то ребенок тоже не будет есть овощи и фрукты, он тоже будет любитель булочек, потому что он видит, что едим мы с вами. Он с нас как с копирки слизывает вот эти вот пищевые стереотипы. А начинать с себя не сложно, потому что и у детей, и у взрослых действуют одни и те же законы пирамиды, пирамиды питания. Посмотрите, я вот на этом остановлюсь, что основа пирамиды – это злаки. Да, и следующая ступень – это овощи и фрукты, дальше белковые продукты, и только на вершине пирамиды – это сладости и жиры. Но вот давайте по каждой ступени пройдемся быстро отдельно. Первое, что утро ребенка должно начинаться с каши. Вот это очень важно. Вот в четверг ко мне пришла мама, пришла с двумя детьми. Маленькая, 10 месяцев, мы потихонечку будем прикормы, расписываем. И она привела с собой на консультацию, говорит, Наталья Николаевна, посмотрите, вот еще старшая, ей 8 лет, жалуется на коле в животе в последнее время. И у нас сильно выпадают волосы. Врачи посмотрели, говорят, ничего сказать не могут по поводу волос. И когда я стала разбирать, я говорю, а что вы кушаете? Она мне говорит, ну она завтракает, обедает в школе все время. Хорошо, говорю, а что ты в школе кушаешь? Потому что я знаю, в некоторых школах пельмени дают, сосиски дают. Потом в школах сейчас ведь где-то готовят, и в школу привозят уже готовые завтраки. Школы сами не готовят. Это где-то может быть холодное. Где-то хлопья дают. Когда-то бывает каша. А мама говорит, нет, нам все время каша. Я начинаю спрашивать ребенка, оказывается нет, не всегда каша с утра, не всегда там, да, она что-то кушает на завтрак. А на обед, говорю, что она кушает. А мне мама опять отвечает, она суп ест все время в школе. А ребенок смотрит на меня и говорит, нет, не все время. Ну то есть ребенок идет в школу. Непонятно, что он там завтракает. Не обедает, уже непонятно как. Получается так, что у ребенка, за счет того, что ребенок неправильно питается, воспаление в желудке, в 12-перстной кишке, как это получается, называется, гастродиодония. И на фоне того, что неправильное питание, воспаление в слизистой стенке желудочно-кишечного тракта, сразу отреагировали волосы. И волосы стали выпадать. Вот такая самосвязь. Вот она причина. Первая причина – это питание. И если, вот посмотрите, вернемся к этой пирамиде, вот посмотрите, основа злаки. И если ребенок не получает каши, недополучает зерновых продуктов, то организму углеводы нужны. И он начинает их требовать. Он начинает полезные углеводы замещать чем? Сладости. Сладости. Ребенок начинает хотеть сладкого. Вот приходит тоже мама одна и говорит, Наталья Николаевна, ну Федька последние вот несколько месяцев просто вот прям трясется, как требует сладкого. А у меня прием всегда начинает с того, что я разбираю рацион ребенка, что он кушает на завтрак, есть ли второй завтрак, обед, полник, ужин. Да, очень важно понять, какие продукты, как распределены в течение дня. И когда мне мама все рассказала, я говорю, а где каши, крупы хоть в каком-то виде? Она говорит, да нет, он отказывается, мы его не заставляем есть каши. И вот уже несколько месяцев он ест каши, и как только он перестал, через некоторое время он начал требовать сладкое. А еще в прошлом году зимой у меня был семинар с девочками-подростками. И мы с ними тоже разговаривали о том, как они питаются, а как правильно надо питаться. И оказалось, что тоже ни у кого. Утром не начиналось каши. И утром практически никто не завтракал. Встали, оделись и побежали, кто в колледж, кто в школу старшие классы, кто на первый курс института, кто куда. Я говорю, давайте мы начнем с вами, с каши утром. Вот в течение недели, через неделю встретимся, и вы мне скажете, что с вами произошло. Как, да, что-то изменилось, или все то же самое было. Вот когда они пришли через неделю, они все хором сказали. Вы знаете, мы так хорошо себя чувствовали до обеда. Во-первых, мы были активными, мы не хотели есть, мы вообще не думали о еде до обеда, до часу, до двух. Когда до этого приходили, все время думали, что бы перекусить, где бы перекусить, как перекусить. И нам меньше хотелось сладкого. Вот все девчонки это сказали. Да, вот это очень важно. Важно, чтобы каши были, именно каши. Не хлопья, которые заливаются, сладкие хлопья, фитнес-хлопья, которые заливаются молоком, и их можно есть. Нет, а именно каша, которую надо варить. Есть хлопья, которые тоже надо варить, такие хлопья можно использовать. Да, вот тогда каша будет содержать все полезные вещества. Чем меньше кашу надо варить, мы заливаем, допустим, ее кипятком, да, тем технологическая обработка, производственная такова, что вот те сложные углеводы, полезные углеводы, они разрушаются. И становятся маленькими, короткими, и можно сравнить, да, вот если мы залили с вами хлопья молоком, поели их, да, это можно сравнить с тем, что мы сахарницу поставили перед собой, съели. Да, потому что мы поели простых углеводов. В прошлом году я возила дочку летом на две недели в Ирландию, в английскую школу, и мы жили в семье, да, вроде как английская история, да, и вот мы когда с утра встали с ней первый день, нас на столе, а это был конец июня, и было, там было холодно у них очень, градусов 15, 16, 12, вот так вот. И ночи очень холодные, и дома у них холодные, мы такие замерзшие, пришли на кухню утром, на столе стоит молоко из холодильника, сладкие хлопья, значит, тостеры стоят, потом масло, маргарин, рама и варенье, и все. А и сок ледяной, пожалуйста. Можно чайку было еще налить. Вот мы, ну ладно, думаю, ну сейчас попробуем, съели с ней вот эти хлопья, и вот буквально через час, вот чувствуешь себя голодной через час после этих хлопьев, на следующий день, на третий день я уже не выдержала хозяйке, говорю, если вы не можете, ну сварите кашу тогда, дайте, купите мне крупу, я сварю эту кашу, сама с утра буду варить. Но просто вот хлопья есть этого абсолютно и бесполезно, и неправильно, и ребенок чувствовал себя, да, ну она вот говорит, я приду, и хотелось в этой школе кушать. А у них тоже, у них есть, что у них там продается, у них продавалась пицца холодная, и какие-то еще сладости. Больше тоже ничего не было, так, чтобы ребенок мог потом в школе комфортно перекусить. И вот когда мы стали есть утром овсянку, обычную, нормально, вот совершенно по-другому пошло и обучение, и отдых. Я вот так вот долго рассказываю про кашу, мне очень хочется, чтобы вы прочувствовали, чтобы вы понимали, насколько это важно. Потому что, вот еще раз вернемся, да, злаки – это основа, основа пирамиды питания. Ну вот следующее, молочные продукты. Смотрите, утверждение. Два стакана молока или кефира – это 50% суточной потребности кальция у детей. Вот это утверждение верно только тогда, когда ребенок получает натуральные молочные продукты. Они сладкие, с добавлением всяких там растительных жиров, да, что сейчас очень модно. Продукт молочный должен иметь в своем составе молоко, да, закваску бактерий, если это какой-то кисломолочный продукт, и больше ничего. Очень часто, когда разбирают рацион с девочками, подростками, вот они рассказывают, что они кушают в течение дня. И вроде говорят, мы же правильно питаемся, мы едим много кисломолочных продуктов. Но эти кисломолочные продукты на деле оказываются сладкие йогурты, в которых очень много сахара. Да, и они получаются очень калорийными. Вот это вот неоправданное количество сахара. Вот этого не должно быть. Ребенка надо приучать к натуральным вкусам. Ясно, что ребенок рождается, и у него, он предрасположен к сладкому, да, но его надо знакомить и приучать к другим вкусам. И это наша с вами работа, работа родителей. Если мы не будем этого делать, да, то, конечно, проще всего ребенку предложить сладкое что-то, и он это съест, и не думать об этом. Важно еще, чтобы продукты молочные были нормальной жирности, а не обезжиренной. Потому что, когда мы с вами берем обезжиренные продукты, во-первых, это очень вредно. Но и углеводов в этом продукте становится гораздо больше. А калорийность его, в принципе, такая же. Поэтому молочный продукт должен быть с нормальной жирностью, он должен быть с ограниченным сроком действия, да, то есть он должен портиться. Вот. И он не должен содержать в себе много сахара. И еще молочные продукты не должны содержать в себе растительным жиром. Что происходит, когда заменяют производителя молочный жир просто растительным жиром? Ну, чаще всего добавляют, да, какие-то растительные масла, там, в виде пальмового. Вот это вот растительное масло, оно связывается с кальцием, не дает кальцию всасываться в кишечнике. Плюс образуется кальциевое мыло, которое и способствует возникновению, да, плотного стула, возникновению забора. И получается так, что кальций у детей не всасывается. И у нас с вами взрослых, а взрослым кальций, он не менее важен. Вот поэтому обращайте, пожалуйста, внимание на молочные продукты. Ведь есть еще великолепная молочная сладость, мороженое. Я вчера съела ваше омское мороженое. Это было, ну, вот, во-первых, необыкновенно вкусно и по составу необыкновенно правильно и полезно. Такое мороженое, к сожалению, сейчас очень редко встретишь. И летом, да, это великолепная сладость, стаканчик, рожок там мороженого, детская сладость. Но смотрите, покупайте правильное мороженое. Мороженое без растительных жиров. Тогда это будет для ребенка, да, и удовольствие, и польза. Мясо. Посмотрите, вот на этом сладе нету ни сосисок, ни сарделек, ни колбас, ничего нету. Потому что, да, ни промышленного производства всяких там пельменей. Потому что в этих продуктах практически нет мясного белка. И очень важно, чтобы были, да, именно натуральные мясные продукты в рационе у ребенка. Вот если взять докторскую колбасу без жира. Вот мы не видим там этого жира, да, на глаз. Сколько там жира, как вы думаете? Погромче, громче говорите. Шестьдесят. Шестьдесят процентов жира в колбасе. Да, поэтому, причем такого неполезного, вредного жира. То даже используют, да, и какие-то кости перемолотые кожу, да, и соевые продукты. И поэтому колбасы, сосисок, сарделек не должно быть в рационе у ребенка. Ну, часто мама говорит, ну как же, они же хотят есть. Один раз я читала лекцию, даже доктора, доктор-диетолог говорит, что будет Новый год, как это без колбасы на Новый год наставить? Ну, не должно не быть, ведь можно же заменить колбасу. Можно отварить язык, можно запечь мясо, да, и порезать кусочками. Это будет гораздо полезнее. Даже ребенку в школу можно сделать там полезный бутерброд. Можно взять лаваш, можно зерновую булочку взять. Можно просто в лаваш, это даже удобнее, какие-то овощи туда положить, да, положить кусочек отварного мяса любого или запеченного, завернуть все это великолепно, и бутерброд получится, который ребенок может съесть на перемене и перекусить, если он не хочет есть то, что ему предложили в школьной столовой. Поэтому вот, да, полуфабрикатов, их, да, если это есть, то это должно быть очень редко, да, как исключение, но это не должно быть в ежедневном рационе. Посмотрите, овощи и фрукты. Овощи 300-400 грамм овощей ежедневно. Но это две порции. Если ребенок на обед съел порцию овощей, то он еще должен порцию овощей получить на ужин, да, или это, допустим, овощи на ужин, какие-то там запеченные, да, и по 100 грамм это салат. Тоже там на обед салат и на ужин. Овощи обязательно должны быть в нашем рационе, да, это тот моторчик, тот источник, моторчик для нашего кишечника, тот источник витаминов. Очень важно, чтобы овощи были и фрукты были сезонные. Посмотрите, да, то чипсы и пюре с картофельной мукой категорически запрещено детям. Так же, как и вермишель, которая заливается кипятком, да, вот такая вот. Это тоже не должно быть в рационе у детей. Фрукты 200-300 грамм в день. Вот если взять среднее яблоко, которое помещается в ладони, очистили от кожуры, это яблоко 200 грамм, от кожуры убрали сердцевину, 150 грамм осталось. Значит, 2 яблока в день должен съедать ребенок. Или яблоко и еще какие-то, да, фрукты обязательно должны быть в рационе у детей. Обязательно это сезонные фрукты. Если что-то детям нравится, можно же и замораживать, чтобы, да, замороженные какие-то фрукты, овощи детишкам давать в зимний период, когда этого нету. Я все время люблю помидоры замораживать. Я когда еду отдыхать в Таганрог, мы с дочкой в последний день покупаем маленькие помидоры там, да, и я их замораживаю. И зимой, когда я готовлю какую-то, не знаю, тогда она мне любит очень пасту. Я тогда использую вот эти свежие помидоры. Чуть-чуть оливкового масла, прям припустила эти помидоры и добавила те спагетти отварные, да, все, великолепное получилось блюдо. Добавила какие-то травы, или итальянские, или просто свежая трава. Да, но получилось полезное блюдо. Те помидоры, которые мы заморозили летом, их совершенно не сравнить с теми, которые мы с вами купили зимой, да, в зимний период. Вот летом тоже отдыхала, и думаю, посмотрю, что же едят дети, когда они находятся, идут на пляж, отдыхают, лето, разгар фруктов, овощей. Нет, и тут покупают себе какой-нибудь иммамденс, который тает во рту, а не в руках, да. Покупают какие-то сладости, сладкая вата в большом количестве, сладкая газированная вода. И нет того, чтобы там кто-то сидел, ел абрикосы, сливы. А ведь это натуральные сладости, это живые, ходячие витамины, да, которых так мало у нас сегодня, и такой маленький период мы получаем, эти витамины. Поэтому это нужно обязательно оценить, надо приучать детей. И в доступе у детей должны быть вот на столе в вазе должны быть фрукты и овощи, а не сладости, не конфеты, чтобы ребенок побегал, и если он хочет что-то перекусить, чтобы он подошел и взял фрукт или взял, да, какой-то овощ. Если у меня ребенок остается дома, утром первое, что я делаю, это вот все фрукты, овощи, которые есть, мою, режу, морковь, там, сельдерей, перец, помидоры, огурцы свежие, чтобы была целая тарелка свежих овощей и фрукций, чтобы она могла в течение дня есть. Когда я ее отправляю в школу, я все время собираю ей пакетик. Пакетик с овощами чаще всего, да, и могу там что-то, какой-то, да, полезный бутерброд сделать, еще что-то там, хлебцы какие-нибудь, да, но вот этот вот пакетик с овощами сначала детям смеялись, а сейчас они настолько привыкли, они прямо ее все время толкают и говорят, ты не забудь свой полезный волшебный мешочек взять на завтрак, потому что они сели, открыли этот мешочек, и они поели оттуда все вместе, вот кто сидит за столом, да, и огурцы, и маленькие помидорки, и редиска, да, и сельдерей, все время, вот все, что есть в магазине, я имею в виду, все, что вот летом, не летом, зимой есть в магазине у меня в холодильнике, я и все собираю с собой. И я знаю, что дети, да, пусть они что-то поедят, да, но они обязательно обогатят свой второй завтрак овощами. Вот это очень важно. Жиры. Посмотрите, сливочное масло 20-25 грамм в день. Нельзя исключать из рациона холестерин. Посмотрите, какая тенденция в Европе была. No fat, no холестерин. Да, и сейчас есть версия, что в связи с этим увеличилось количество болезней Альцгеймера. Потому что холестерин – это структурный компонент всех мембран. Это такая вот основа наших клеток, всех клеток. И растительное масло. Если мы с вами покупаем растительное масло и добавляем его, важно, чтобы оно было нерафинированное. Вот если вы добавляете в салат масло, это должно быть душистое масло. Любое. Оливковое, тыквенное, там, раксовое, подсолнечное. Любое масло. Но нерафинированное запахом. Тогда оно содержит полезные омега-3, омега-6 жирные кислоты. Оливковое, подсолнечное, богатое омега-6 жирными кислотами. Тыквенное, льняное и рамцевое омега-3 жирными кислотами. Каждая в своем. Но тогда мы получаем вот эти вот, да, полезные жирные кислоты, необходимые нашему организму. Ежедневное их поступление обязательно должно быть. И обычно пишут на банках растительного масла без холестерина. Но мы понимаем, что это такая уловка, да, в растительном масле не бывает холестерина. Холестерин – это животный жир, да, и он находится только в сливочном масле, мясных продуктах, да, а в растительном масле его никогда не было. И неважно, рафинированное масло, нерафинированное, да, вот это вот не должно быть. Но сливочное масло обязательно должно быть в рационе ребенка. И дети любят сливочное масло. Иногда мне мама приходит и рассказывает, что она, говорит, как мороженое может прям вот пальчиком и лизать вот это масло. И такое оно вкусное, кажется, ребенку. Потому что растучему организму, детскому организму это необходимо даже больше, чем нам с вами. Ну что, сладости? Самое основное, к чему мы с вами подошли, самое любимое сладости. После трех лет должно быть не больше 40-50 грамм в день. Ну давайте предположим, что чайной ложкой где-то 5 грамм. И если мы с вами положили чайную ложку сахара утром в чай, в обед, в компот, и вечером тоже в чай или в компот, то остается где-то у нас с вами в среднем 30 грамм сахара, да, то, что должен получить ребенок. Но это какая-то одна порция, небольшая. И сладости должны быть полезны. Естественно, они должны быть. Нельзя ребенка решать этого. Но сладости должны быть полезны. Как мороженое выбрать правильно. Да, какие-то сухофрукты. Да, может быть там... Что, помогайте мне, что из полезных сладостей может быть? Ягоды. Ягоды, мед, пожалуйста. Пустила. Пустила. Мармелад, который натуральный. Не такой разноцветный, красивый, да, а такой некрасивый. Может быть домашняя выпечка. Вот она гораздо больше полезная. Когда мне... Меня спрашивают, когда мы будем... Когда можно детям давать печенье? Ну, промышленного производства лучше никогда его не давать. Я говорю, почитайте состав. Я уже несколько лет просто печенье промышленного производства, не покупаю домой. Потому что, ну, нет там ничего полезного. Я всегда учу своего ребенка, что прежде чем что-то положить в рот, ты почитай состав. Возьми там мелким шрифтом написано, поинтересуйся, что туда входит. Если ты понимаешь, что, да, там вот где-то более трех продуктов уже, которые входят, ты не понимаешь вообще их составы, что они из себя представляют, ты это не ешь, потому что это неправильно. Просто очень считают часто, что карамель – это безопасный продукт. Вот мы шоколадные конфеты не даем, а мы даем карамельки. Вот это безопасно. Очень любят карамельки бабушке давать, внукам, потихонечку, втихарцам. А я сейчас расскажу вам такую историю. У меня... Я еще на кафедре работаю, на кафедре диетологии. И у нас это врачебная кафедра, где врачи проходят курсы повышения квалификации. И врачи приходят, слушают лекции, сидят на приеме, тоже смотрят пациентов, обучаются у нас. И у меня на приеме сидела врача. Она всю жизнь проработала в Рузе, терапевтом, подмосковный город Руза. И она рассказала такую историю, говорит, иду я по городу. Я же всех знаю, говорит, поскольку я не терапевт-педиатр. Я же, говорит, всех детей вырастила, всех знаю. И идут мои девочки, которых я тоже вырастила. И у них руки все просто как обожженные все, с глубокими ранами, в экземе. Я говорю, девчонки, у вас же никогда не было раньше аллергии. Что произошло? Они говорят, ой, тетя Таня, так мы же в конфетной фабрике работаем. Там, когда замешивают чан с карамелью, мы должны влить туда ароматизатор и краситель. Вот мы, говорит, прямо скафандр одеваем, у нас специальный костюм. Потому что если хоть какая-то капелька капнет на кожу, кожа чулком сходит, получаются сильнейшие ожоги. Поэтому это очень неправильно. Это очень вредно. А еще считается, что мы же даем молочный шоколад, да, он же такой хороший, он же такой полезный. Вот это вот у меня ребенок после киндер-молочного шоколада, ломтика. Было 8 марта, 7 марта, бурно отметили это в детском садике. Ребенок 4 года, который никогда не страдал аллергическими реакциями до этого времени. Да, и родительский комитет купил детям подарок, игрушку и обязательно сладость, полезный киндер-шоколад. Ребенок тут же открыл, съел. И к вечеру, это было вечером, а фотографии следующего дня я сюда не вставила, потому что это бесполезно. Вот эти пятна, они все разрослись и слились. На ней не было живого места. У нас была сильнейшая токсико-аллергическая реакция. И все праздничные дни мы лечили ребенка, да, и там все пытались ее положить, но мы справились с этой ситуацией без госпитализации. Вот, да, вот такие вещи об этом нужно помнить. И поэтому, да, там есть высказание «смертельная чупа-чупс». Вот. И если мы хотим дать ребенку шоколад и порадовать его этим, то это должен быть натуральный, горький, черный шоколад, где больше, да, 60-70% какао. Такого шоколада много не съешь. Съешь маленький ломтик и будешь просто им наслаждаться, да, вот этим ломтиком. Плюс нельзя забывать, что дети, которые очень легко возбудимы, шоколад возбуждает нервную систему, усиливает возбуждение. И еще шоколад влияет на, да, усиливает запоры. Если есть такая склонность к запорам, да, то шоколад это тоже может усиливать. А Фаина Раневская, я ее все время цитирую, великая актриса, она говорит, если у тебя есть враг, дай ему конфетку. А потом еще одно. И еще одно. И так до тех пор, пока у этой сволочи не разобьется сахарный диабет. Ну вот, понимаете, иногда мы ведь к себе, к своим детям тоже вот относимся как к врагам. Любите себя, любите своих детей, да, и в принципе сладости, если рацион ребенка правильно организован, то ему большого количества сладостей не нужно. Если он получает достаточное количество фруктов, если он получает крупы, да, в виде каш, там, гарниров, да, ему много сладостей не нужно. И тоже важно очень ваше отношение. Важно объяснять ребенку. Естественно, ребенок идет в коллектив, он пробует, но когда он знает другие вкусы, когда он приучен к другим вкусам, он спокойно относится к тому, что едят в коллективе. Да. Просто мы вот с ребенком, когда она мне маленькая совсем была, мы с ней ездили в детский садик. Мы покупали с ней, когда шли из детского сада, мы покупали обязательно в палатке. Папаю сушеную, без красителей такая она. Прям такую вот дурку ей и мне. Потом мы садились в маршрутку, она вот ее держала, пела песни, капитан, капитан, улыбнитесь, ела эту папаю, сидела я рядом, тоже ела. И она была вот очень счастливая. И сейчас вот если есть выбор каких-то сладостей, да, она вот эти вот папаю, потому что осталось воспоминание того детства, она ее предпочтет другому чему-то. Да, поэтому очень важно формировать вот эти правильные пищевые привычки, правильные пристрастия у ребенка. Соль. Ну, соль должна быть, да, в небольшом количестве. Важно блюдо, чтобы меньше употреблять соли в течение дня, блюдо можно подсаливать в конце, когда оно уже практически готово. Тогда йод, который будет, если это соль ликвидированная, йод не разрушается, да. И плюс, когда блюдо уже почти готово, и мы его подсаливаем в конце, соли нужно гораздо меньше. Вот. А я могу сказать тоже, что у нас в институте питания готовят все блюда несоленые. И сначала я думала, как это можно есть. А сейчас я понимаю, что вот суп, вкуснее того супа, который готовят у нас, нет ничего на свете. И ребенок у меня приходит тоже, вот если начинаются каникулы, я работаю, муж работает, бабушка работает, все работают, она приходит со мной, поскольку есть детское отделение, она общается с детьми, и она может пойти тоже на обед вместе с детьми и поесть суп. И она ест его с удовольствием, она вспоминает с удовольствием. Была такая ситуация, что она сидела, ела суп, и сидела напротив девочкой, кидала в этот суп хлеб, кидала, кидала, крошила его туда, и говорит моему ребенку, не понимаю, как ты можешь это есть. Он говорит, я не понимаю, как ты сейчас эту кашу будешь есть, которую сделала. И она размешала вот этот хлеб, его раскис, она отодвинула тарелку и ушла. То есть еще, опять-таки, важно наше отношение. Я понимаю, если мне это нравится, я ребенку об этом с восторгом говорю, то ребенку это тоже будет нравиться. Ну, не спите пока еще. Смотрите, все, по продуктам мы поговорили. Вот у нас такая часть с вами, продукт закончилась. А теперь мы посмотрим, как эти продукты должны быть распределены в течение дня. Вот смотрите, обязательно должен быть завтрак. Обязательно. Как часто мы с вами завтракаем? Ну, очень, да, вот, не каждый скажет, что, да, я завтракала. И важно приучать детей, чтобы ребенок пошел в школу, в детский сад покормить, да, и уже дальше не переживать. Обед. Это 40%... Сейчас. 40% суточной калорийности. Сейчас. Получается, завтрак 25, обед 40, и вот полник 15, и ужин 20. Смотрите, большая часть калорийности, да, приходится на первую половину дня, для того, чтобы ребенок активно провел вот эту первую половину дня, да, чтобы он активно усваивал ту информацию, активно познавал этот мир, да, который вокруг него такой интересный и разнообразный. Вот смотрите, завтрак. Это каша может быть на молоке, может быть без молока, любая каша. У меня здесь закончилось домом молоком. У меня ребенок просит, сварив мне овсянку с утра. Я говорю, ну как овсянка без молока? Ну ладно, я тебе придумаю. Взяла, сварила овсянку, потерла туда яблоко, добавила кусочек сливочного масла. Она съела это за обе щеки, уплела. Получается очень вкусно. Ведь можно сварить кашу, добавить туда фрукты, добавить ягоды, можно там добавить овощи, уже тыкву самую. Вот примените свою фантазию, но важно, если мы это не готовим, ребенок, естественно, это не будет есть. Ребенку важно предлагать разные блюда, готовить и приучать его к этому. Обязательно кусочек, да, бутерброд с хлебом, сыром и сливочным маслом. Вообще сыра много в рационе не должно быть. Да, сыра должно быть немножко. Обязательно, там, ломтик сыра. Сыр, не забывайте, это лакомство, да, потому что это достаточно жирный продукт. Посмотрите, да, 50% жира, 30% и его вот ломтик сыра и себе мы тоже можем позволить, ломтик только, но, да, не полголовки. Пришли, опа, съели, позавтракали сыром и пошли. Нет, я, знаете, как вспоминаю, остров сокровища, фильм наш старый, где Золотухин играл пирата, которого оставили на острове. Он перепрятал сокровища и он говорил, что я вам скажу, где я спрятал сокровища, дайте мне только кусочек сыра. И ему дали там маленький-маленький кусочек сыра, он его прямо, да, отпустил, прямо блаженство и спрятал, чтобы потом еще попробовать вот этот вкус. Поэтому сыр, да, ему должно быть небольшое количество в рационе. Чай с сахаром. Второй завтрак, это фруктовый завтрак. Да, это фрукты, это свежевышленные соки, но это не соки промышленного производства. Вот мне хочется, да, рассказать, как делают соки промышленного производства. Просто этих соков потребление нашей страной увеличилось в разы. Очень много раз. За последние годы. потому что считается, да, что это сок вот такой полезный. Вот смотрите, берутся, допустим, давайте возьмем яблоки. Их помыли, отжали из них сок, а потом из этого сока выпарили воду для того, чтобы сделать концентрат, который должен храниться. И при необходимости его разводят и уже пакетируют. Значит, выпарили воду, а вместе с выпаренной водой ушли вкус и аромат. И вот этот концентрат, он остался безвкусным совершенно. В него добавили сахар, потому что сахар добавляется в большом количестве, как консервант. А нам пишут без сахара. Ну, потому что специально еще больше не добавляют сахара. Иногда, когда пишут с добавлением сахара, то это еще больше сахара добавили, чем нужно для консервирования. И закрыли вот эти вот, да, концентрат. А потом вот нужно его развести, взяли, разводят. Ах! Хорошо, если разводят той водой, которую выпарили. Ну что ж, я вот в этом очень сомневаюсь. Вот, да, поэтому развели, а он же без вкуса, без запаха. Добавили ароматизатор, добавили краситель туда, да, какой-то там, для того, чтобы это красиво было. Да, вкусовую добавку. И что, что у нас полезного осталось-то? Да ничего там полезного нет. Да никаких витаминов там уже нет. Ничего там нет. Остается только большой, да, остается вкус искусственный и большое количество сахара. Поэтому, если соки, пожалуйста, свежевыжатые, или это то, что, вот, я говорю, у меня это волшебный мешочек, который я даю ребенку с собой в школу, да, с овощами, с фруктами, с порезанными. Вот, поэтому еще полезен сок, когда его выжили и разбавили водичкой немного. Вот, тогда он не раздражает кишечник, а наоборот, стимулирует ферментативно-активный желудочно-кишечного тракта. А еще, знаете, такое, это не для детей, для взрослых. Оказывается, древние греки и древние римляне никогда не пили чистое вино. Они всегда пили разбавленное вино с водой. У них были огромные кувшины и два, с одной стороны стоял кувшин для вина, с другой для воды. Да, вот они смешивали, но вино это тоже виноградный сок забродивший, да, поэтому вот они смешивали в кувшине в большом и уже оттуда черпали и пили разбавленное вино. Вот, это тоже обладает большей пользой, поэтому и соки полезнее пить разбавленное. Обед это первое блюдо. Знаете, когда мы говорим про африканские какие-то страны, там может быть не нужно, да, или жаркие, там может быть не нужно первое блюдо, но для нас, для наших широт, для России это очень важная необходимая составляющая. Обычно, да, в зимний период времени. Во-первых, это то, что позволяет согреться, это энергия, которую получает наш организм, плюс первое блюдо подготавливает кишечник к перевариванию, перевариванию мясного продукта, которое, да, мясо, которое получит ребенок, получит наш с вами организм, да, для того, чтобы его, да, вот именно правильно усвоить, все, что необходимо организму, чтобы взять. Ну, какой-то, да, это гарнир, мясо с гарниром, гарнир может быть крупиной, может быть овощной, неважно, вот, и обязательно салат с растительным маслом. Полдник, это творог, да, или какой-нибудь там йогурт, кефир, если у нас творога не было с утра, и фрукты, ягоды мы опять здесь едим, и здесь можно дать ребенку какую-то сладость. И ужин, это еще раз, либо рыба, либо мясо. Вы знаете, рыба в вечернее время даже более полезный и легко перевариваемый продукт, в отличие от мяса, потому что мясо содержит в себе большое количество волокон, салитной ткани, которые тяжеловато перевариваются, а в рыбе вот этих вот салитно-тканных волокон их гораздо меньше, поэтому усваиваемость рыбы, она лучше и проще происходит. И за 30 минут до сна это стакан кефира, йогурта, ряженки, то, что любит наш малыш. Ну вот смотрите, а теперь давайте поговорим прям кратко о правилах. Есть продукты, продукты распределены в течение дня, а теперь еще раз поговорим о правилах здорового питания. Первое, в рационе у ребенка должны быть представлены все группы продуктов. Да, и злаки должны быть, и овощи, фрукты в достаточном количестве, мясные продукты, молочные продукты, и жиры, растительные жиры, ну и конечно там кусочек какой-то сладости. Вот, потому что тогда ребенок будет обеспечен всеми питательными веществами, когда он получает разные группы продуктов. На прием пришли ко мне мама, папа и привели ребенка. Ему три года. Я все время рассказываю этот пример. Он такой показательный, такой часто бывает, но вот просто этот пример один из показателей. Они пришли с жалобами на то, что ребенок быстро устает, утомляется три года. Это же батарейки на джайзер, которые бегают, бегают и не останавливаются никогда, и не заканчиваются главное. Вот, а здесь ребенок поиграл, как-то так апатично, лег, да, прилег. Оказалось, у них так вот в течение последнего месяца такая ситуация. Я говорю, давайте мы разберем сначала, что ест ваш ребенок. Завтрак. Йогурт, огуши, 200 мл, говорит мама. Я говорю, а кашу он не ест с утра? Нет, кашу он не ест. Второй завтрак есть? Нет, у нас обед сразу. Что на обед? Йогурт, огуши, 200 мл, говорит мне мама. И так далее. Она говорит, он у нас не ест ничего, он у нас ест только йогурт, огуши, где-то, ну, литр там, литр 200 в день. 5-6 раз в день по бутылочке йогурта выпивает ребенок. Я говорю, давно у вас так? Ну, говорит, вы знаете, он раньше все ел, а вот мы на зимние праздники с мужем уехали, его оставили с бабушкой. А когда приехали, оказалось, что он ничего не ест, а ест только вот этот йогурт. Но, видимо, ребенок, да, может быть, не подготовили его, может быть, он не готов. Все дети разные, да, кто-то с удовольствием расстает с родителями, совершенно даже не переживает об этом, да, а для кого-то это очень глубокий стресс. Видимо, ребенок отреагировал стрессом вот так вот на отсутствие родителей рядом. И он не стал есть. Ну, бабушка вроде тоже побегала вокруг него с ложкой. Ну, не хочешь, но ешь ты йогурт, ну и слава богу. Родители тоже, когда приехали, ну, ест йогурт и ест и оставили его в покое. И когда мы стали этого малыша обследовать, выяснилось, что вот дефицит разных витаминов у него, но в первую очередь у него был выражен дефицит железа. И гемоглобин крови составлял при норме 120 60 грамм на литр. Да, у него ткани испытывали жуткую гипоксию, потому что что делает железо? Оно входит в состав гемоглобина, да, гемоглобин переносит кислород ткани. Да, кислород это питание для наших тканей, для того, чтобы активно проходили все процессы обменные. И получилось, получается так, что, да, вот один продукт не может заменить все остальные, каким бы он хорошим не был, только грудное молоко или адаптированная смесь для искусственного скармливания первые 6 месяцев жизни. Все, дальше уже недостаточно только грудного молока, недостаточно только смеси, дальше должны быть обязательно в рационе присутствовать и другие продукты у ребенка. Это очень важно. И поэтому, когда нам предлагают с вами супер-пупер великолепную монодиету, давайте посидим на рисе или там на одном белке, это всегда очень плохо для организма. Это всегда очень большой стресс для нашего организма. И организм недополучает очень многих компонентов. Получается, что чего-то одного избыток, а всего остального глубокий дефицит. Промежутки между приемами пищи должны составлять 3-3,5 часа. Вот знаете, меня иногда родители спрашивают, приходят и говорят, Анатолий Николаевнов, а сколько нам надо будет кормить ребенка 5 раз в день-то? Я говорю, всю жизнь. И мы с вами должны питаться точно так же. 5 раз в день должно быть 3 основных приема пищи и 2-3 перекуса. Где-то второй завтрак, полдник, на ночь кисломолочный продукт. Вот это должно быть обязательно. Тогда мы с вами пищу принимаем небольшими порциями в течение дня. Организм не испытывает стресс. Тогда все это усваивается, не откапливается про запас, да, и идет на нужды нашего организма. Когда мы не поели с утра, некогда было пообедать на работе, пришли вечером, домой сели, аж в глазах темно, руки, ноги трясутся, набросились на еду, мы сметаем все с большой скоростью, в большом количестве, чтобы компенсировать все, что мы недополучили в течение дня. А организм говорит, я испытывал стресс в течение дня. Да, мне нужно это отложить про запас, потому что завтра эта ситуация может повториться. А завтра, если ситуация повторяется, организм не использует то, что он отложил про запас, а он начинает, снова ждет вот это вот условие стресса, да, и следующий прием пищи, он опять будет откладываться про запас, да, вот настолько вот обмен веществ, он перестраивается. Поэтому пища должна поступать в наш организм небольшими порциями, но равномерно в течение дня. Исключите из рациона ребенка, из своего рациона все полуфабрикаты. Посмотрите, сосиски, сардельки, майонез, чипсы, колбасы, консервы в масле, потому что они проходят очень жестко, во-первых, технологическую обработку, а во-вторых, даже добавляется еще масло, это становится очень жирной, неполезной продукт. Я вот так вот рассказывала в одном городе про майонез, а мне потом в конце пришел вопрос. Не понял, пишет мужчина, не понял, что вы имели против, что вы имеете против майонеза, ведь там же желтки и оливковое масло. Но, во-первых, майонез, который продается у нас, я эксперимент даже ставила, купила пачку майонеза, она у меня в холодильнике два года пролежала, с ней вообще, вот ее берешь, зубкаешь, открываешь, пробуешь, как будто бы только что купил. Но это же говорит о том, что этот продукт, значит, содержит много консервантов в своем составе, чтобы не портиться, там практически нет ничего натурального, то, что нам предлагают, и это очень жирный продукт. Поэтому я сделала вот такую таблицу, посмотрите, давайте возьмем с вами салат, огурцы, помидоры, 100 грамм, и заправим его, заправим майонезом, растительным маслом, сметаной 10% и био-йогуртом, и увидим, в чем у нас разница. Посмотрите, майонезом заправили салат, и мы получили на 100 грамм 100 килокалорий, мы чайную ложку добавили майонеза, мы взяли, добавили растительное масло, получили 90 килокалорий, но при этом мы с вами получили омега-3 или омега-6 жирные кислоты, которые необходимы нашему организму. А теперь мы заправим сметану и получаем калорийность в два раза ниже получается. А если заправим био-йогуртом, вообще 45 килокалорий, ну посмотрите, вот эта калорийность, вот здесь вот калорийность за счет жиров, да, вот она, 9,2 грамма жира, а здесь, смотрите, жира 3,5, 2,8, но зато увеличилось количество белка. Вот это вот тоже калорийность не за счет жира, а за счет белка. Вот это вот важно понимать. Видите, как, вроде полезные продукты, овощи, фрукты, а там вот оп, мазнули, да, чем-то, и все испортили. А ведь можно добавить йогурт, можно добавить лимон, можно травки какие-то добавить, получится великолепный салат, да, не используя майонеза. ежедневно. Ежедневно в рационе у ребенка должно быть достаточное количество овощей и фруктов, потому что это источник натурального витаминов, это источник клетчатки, а клетчатка это моторчик для нашего желудочно-кишечного тракта. В древние времена была смертная казнь, когда человека приговорили к смерти, его не убивали, а на завтрак, обед и ужин приносили кусок отварного мяса. И что происходило? Человек умирал через некоторое время сам, потому что его кишечник переставал работать, и он умирал от интоксикации. Поэтому обязательно овощи и фрукты должны быть в рационе у детей, да, и в свободном доступе. И правило 5-е ограничить потребление сладости. Норма 3% в день. Обычно мы употребляем до 25%, а иногда и больше. Вот смотрите, такие данные. Среднестатистический европеец в начале 20-го века, конец 19-го, начало 20-го века употреблял 3-4 килограмма сахара в год. Вот эта цифра сегодня, знаете, увеличилась до каких цифр? Сколько сегодня употребляет килограммов сахара? Сколько мы с вами едим? 20. 20? 60. 60 килограмм сахара. Потому что мы ничего не сладкого. Вот мы едим все сладкое. Булочки, конфеты, да, шоколадные, не шоколадные, йогурты. Да, вот у нас все сладкое. Сколько сейчас пирожных, всякой выпечки. Мы употребляем очень большое количество сахара. Даже не задумываясь об этом. И, да, вот просто я тоже когда узнала вот эти данные, я стала смотреть, а как часто я покупаю сахар домой? Да, ну вот это очень важно, да, посмотрите, и получилось так, что, ну пусть там не 60 на семью, но все равно эта цифра гораздо больше, чем 3-4 килограмма в год. Вот еще важно ограничить потребление сладких, газированных напитков, сладких чаев, соков. Вот мы с вами когда в чай кладем сахар, вот если кто-то пьет не сладкий, а если кладем, то сколько кладем? 2 ложки. 1, 2, максимум 3, вот я никогда не слышала, сколько мне говорят, я никогда не слышала, что кто-то говорит больше 3, получается 200 миллилитров, 200-250 миллилитров, 3 ложки сахара. А теперь посмотрите, сколько сахара в одном стакане, ну баночка вот эта, вот 200-250 грамм. Посмотрите, 10 кусков сахара. Мы никогда себе столько не положим в чай. Да столько же сахара находится и в соках промышленного производства, если еще не больше. Да столько же сахара вот в этих вот чаях там сладких, которые рекламируют. И у нас ведьмощная реклама. Имидж ничто, жажда, все, не дай себе засохнуть, да, и пей сладкую газированную воду. Но очень важно детям объяснять, что калории надо есть, а не пить. Да, потому что когда мы с вами пьем калории, мы их выпиваем очень большое количество. А их надо есть. И если наш организм хочет пить, мы должны ему дать воду. Ну, потому что здесь пока вот организм доберется до воды, сколько ему всего надо будет обработать, переработать. И хирурги в летние периоды всегда говорят, у нас очень много работы за счет некрозов подживудочной железы. Потому что ведь делать не ограничивается вот этой баночкой. пьются бутылки, а жажду они не утоляют, а жажда еще больше возрастает. Да, а организму нужно этот сахар куда-то деть, его надо убрать, потому что такое количество сахара, оно просто убийственно для организма. И поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин для того, чтобы утилизировать этот сахар. Она усиленно работает. А выброс инсулин влияет еще на аппетит. Выбросился инсулин, мы с вами есть хотим. К следующему, да, вот там через час вы прям это все стимулирует аппетит. Поэтому этого не должно быть. Вот это не правильно. Если мы хотим пить, это должна быть вода. Приучайте детей к домашним морсам, домашним компотам. Когда мы знаем, какую ягоду, какой фрукт мы туда взяли и положили в этот компот или морс, и сколько сахара мы туда добавили. И мы понимаем, что это количество сахара безопасное и нормальное для нас с вами, для наших детей. Но я надеюсь, что я убедила вас. Правило шестое. Выбирайте правильные способы кулинарной обработки пищи. Скажите нет жарения, фритюра и панировки. Вот когда мы с вами жарим что-то, да, мы взяли, налили маслица, жарим, обжариваем, а маслице впиталось у нас, нам чуть-чуть еще подлили с вами, и продукт стал более жирным. Если мы с вами это обваляли в какой-то панировке, масло еще быстрее впиталось, и нам нужно подлить еще и еще, и продукт стал еще более жирным. А если мы пустили все во фритюрницу, это вообще все в кипящем масле готовится, и продукт пропитывается маслом, он становится очень жирным. То, что делается в ресторанах фастфуда. Там же все готовят во фритюре, все вот такое вот обжаренное, все очень жирное. Плюс, вот чем плохо фастфуд, тем, что мы взяли, допустим, какой-нибудь гамбургер, вот такую картошку фри, какой-нибудь сладкий пирожок, сладкий напиток или коктейль, мы получаем за один прием пищи суточную калорийность. То, что у нас должно было с вами быть распределено в течение дня. Мы получили за один прием пищи. Но плюс, там добавляются всякие усилители вкуса, для того, чтобы это было вкусно, для того, чтобы нам с вами прийти туда захотелось в следующий раз, да, и за счет этого, вот за счет этих усилителей вкуса, они стимулируют аппетит. И у нас аппетит становится, да, мы через, вышли оттуда, вроде, наделись уже все, в глазах темно, а через два часа мы такие голодные, мы готовы слона съесть. Потому что организм получил долю вот этих вот стимуляторов аппетита и требует еще. Поэтому, если мы идем, да, или ребенок идет в такой ресторан, ну, этого не избежать. Надо приучать, да, и рассказывать, что можно взять. Ведь можно же взять какое-то мяско просто, не гамбургер, а мясо можно взять. и можно взять салат овощной, и сейчас есть какие-то и морковные палочки, и яблочные палочки, да, и можно взять мороженое к этому. А если запивать, то это вода или чай, да, количество сахара, в которое мы можем сами тоже положить, или не класть, или положить, но мы сами понимаем, сколько мы туда положили. Но не такое количество, как 10 кусочков. Да. А что полезно? Отваривание, запекание, тушение, приготовление на пару, в гриле. Да, все это сейчас доступно. Есть мультиварки, пароварки, и гриль есть, да, и духовки. Все есть, и можно вот тогда наш продукт, он не пропитывается лишним жиром. Вот для того, чтобы не быть голословной, давайте возьмем, еще раз посчитаем, посмотрим. Два ужина. И посмотрим, в чем разница. Смотрите, салат из моркови, сметаной заправим, отварим картофель, отварим курицу, грудки, и яблоко возьмем. Всего 450 грамм. А на второй ужин возьмем салат с растительным маслом.